Всем доброе утро. Смотрите, я специально для вас нашел немножко времени между парами своего мастера магистратуры и пришел сюда показать, что вот Мэри Аликанте в этом году сделала такие корты для игры в падаль. Это такой испанский вид тенниса. Сюда можно записаться. Стоит в районе, там, по-моему, 10 евро на 1 час, кажется, на 4-х человек. И также есть курсы. Курсы сколько обошлись? 60 евро на сколько? На 2 месяца? С октября по февраль 60 евро с преподавателем курсы. Но это для тех, кто прописан в Аликанте, опять же. Вот такая, ну, после показателя, насколько все такого высокого уровня, то есть, смотрите, все такое новенькое, специальный этот вот корт, их много. Это называется сюда депортиво, ну, то есть, как спортивный город, спортивный городок, парк Монте-то-Саль в Аликанте, кто не знает. Так что, если кто прописан в Аликанте, у вас есть желание поиграть в падаль, ну, такой вот теннис, да? У вас есть 60 евро, есть своя, как бы, ну, тоже амуниция форма, но там, в принципе, недорого. Там в районе 50 евро стоит эта там ракетка, специальные эти мячики, все со своим нужно приходить, со своим, скажем так, материалом. Вот, и можно вот так вот здесь позаниматься и поучиться даже, по сути, игре в этот спорт испанский, испанский теннис-падаль. Вот так вот. Все такое новенькое, ну, в этом году они и закончили. Вот у меня мама будет ходить сюда, скорее всего. Единственное, я вот не понимаю одну тему, это похоже стекло, как я понимаю. То есть, соответственно, либо очень прочное стекло, ну, может быть, это пластик, конечно, не знаю, специалисты, кто играет в падаль, скажите, это почему здесь используется стекло, или это не стекло? Кто знает, напишите в комментариях, потому что, по идее, мячиком можно его и разбить, наверное. Но обычно вот здесь используется стекло. Ну, не только здесь, точнее, вообще в этом падаль, я тоже видео смотрел, может быть, я тоже запишусь как-нибудь и буду играть. Хотя времени у меня сейчас вообще нет, друзья. Вот люди в футбол играют. По-моему, студен называется Рико Перес, кажется. Такой центральный у нас студен в городе Аликанте. Ну, симпатично, приятно. Не бесплатно, конечно, но, кстати, для пожилых людей есть скидки, насколько я знаю. А так вот 60 евро на 2 месяца, ну, в принципе, я считаю... А? Октябрь, ноябрь, декабрь, январь. На 4 месяца. А, на 4 месяца 60 евро. Ну, вот сами посмотрите, посудите сами, так сказать. 60 евро на 4 месяца с тренером. По-моему, очень даже на современных, на современном корте, очень даже, мне кажется, достойная цена. Да, друзья, всем еще раз привет. В чем смысл вот восхищения? Потому что сейчас начнут писать комментарии, что Денис опять пропагандирует Аликанте. Или там, вот он без ума от Испании. В чем действительно смысл вот этого всего? Давай покажем, что вот это все, во-первых, публичное. То есть, это все муниципальное, скажем так, государственное. Субсидируется как бы властями, да? То есть, это все для каждого. Ну, для каждого, кто прописан здесь, понятное дело. Посмотрите, во-первых, везде есть доступ к вот этим вот рампам для инвалидов. Вот тоже покажи. Везде можно подъехать, заехать. Во-вторых, в чем еще смысл? Что? Не просто вы можете прийти, поиграть где-то во дворе с друзьями, а вы еще можете обучиться. То есть, например, вы захотели обучиться падалю или там футболу или баскетболу. Вы платите какую-то тассу, какую-то стоимость. Небольшую, достаточно 60 евро, например, как в случае с падалем. И вас еще будет учить. То есть, вас будет обучать тренер. Вот. И это же, ну как бы, это здорово, что так есть. Вот. То есть, как бы, речь не просто о том, что есть какая-то инфраструктура, и любой желающий может прийти поиграть. А в том, что вы можете еще и обучиться. То есть, вы и вас сопровождают. Вы можете научиться плавать, да, научиться играть в футбол, там, не знаю, в падаль, еще какие-то. Есть целый список. Вот мы смотрели целый список. И мини-баскетбол, и гандбол, и мини-футбол, и обычный футбол. Если бы стадионов, это только один из стадионов. Вот. Поэтому я считаю, что в Испании на высоком уровне именно организован спорт, организация как бы этого спорта, да, и это очень доступно. Доступно практически для любого человека. Нужна прописка и небольшая денежка, да. И я уверен, что все равно есть какие-то бэки, какие-то субсидии, пособия, где это все для семей, которые нуждаются. Возможно, это, скорее всего, даже и бесплатно. Все. Все. Ну, друзья, смотрите, как красиво все сделано. Все аккуратненько. Все видно, на что идут, скажем так, налоги, деньги. Как вот часто говорят, налоги в Испании большие. Ну, понятно, что они, может быть, не низкие и так далее. Вот. Хотя нужно знать, как их оптимизировать. Но, тем не менее, посмотрите, вот. Действительно, для людей. Оно может быть не супер лакшери, не супер, понимаете, где-то вот. Может, где-то в Дубае круче вы найдете инфраструктуру или еще где-нибудь. Но базовая потребность позаниматься спортом. И не просто позаниматься. Вот я умею играть в футбол. Я пришел, поиграл с ребятами в футбол после работы или после учебы. Нет. А именно, чтобы вот можно научиться, чтобы... То есть, как бы, ну, это же, по сути, вас обучают. Вот. А если пожилой человек или там ребенок, ему важно научиться плавать. Какие-то такие моменты, чтобы это было не где-то в речке там, Подмосковье. А это было под присмотром. Весь персонал, он, опять же, не просто какой-то дядя Вася пришел и с вами играет в футбол или в падаль. Это человек, который учился. Ну, понятно, что не высшее образование, скорее всего, но форма всем профессиональ. То есть, да, как бы, как среднее такое специальное образование спортивное. То есть, это персонал, который квалифицированный вам будет это все преподавать. И, опять же, в Испании везде, может, здесь пойдем? Везде, на каждом углу есть кафе. Под каждым, за каждым углом, можно сказать, кафешка. Все предусмотрено. Тут можно, да, под каждой пальму. Здесь футбол играют, здесь кофе пьют. Вот. Это тоже очень по-испански. И к этому уже привыкли, что везде можно... Вот, кстати, баскетбол тоже есть. Всегда можно найти место, где передохнуть, выпить кофейку, водички. Просто поговорить. Испанцы, естественно, любят общаться. Вот эту всю тему такую посидеть, поболтать. Рассказать про себя, послушать про других. Вот. И, конечно, это очень приятно. Вот еще один стадион. Я просто покажу, друзья, что это город Аликанте. Это не Мадрид, там, не Барселона. Сейчас пойдем вот так же, да? Так же, так же, да. Да, да. То есть, это как бы не какой-то там, понимаете, тоже город, опять же, там, Барселона какая-то, да? Вот. Но, ну, понятно, что он сейчас десятый город по численности в Испании, обошел Бельбаву в прошлом году. Но, тем не менее, это, скажем так, уровень, ну, Сочи российского, да? То есть, это все-таки курортный такой город. И то здесь, понимаете, какая сделана инфраструктура. И я еще раз говорю, что вы просто, мне сейчас напишут, что у нас там в Воронеже, у нас там в Москве есть платно, скажем так, да, частные какие-то стадионы, частные какие-то клубы спортивные, фитнес-клубы. И это в России, например, полно, я понимаю, но это как бы частная тема. А чтобы, например, какая-то мэрия какого-нибудь Воронежа вам сделала вот такое вот за, грубо говоря, 5 тысяч рублей, 6 тысяч рублей на 4 месяца, чтобы еще специальный обученный человек вас, и, наоборот, обучал, но я вот сомневаюсь. Если такое где-то есть, кстати, напишите, потому что реально интересно. Опять же, еще раз скажу, не какие-то частные фитнес-центры, фитнес-клубы и футбольные клубы и прочее, а именно, что это от мэрии, да, то есть от вашего города, района и так далее. Вот действительно интересно. Есть такое сейчас? Да, потому что вот это ценно. Мне, конечно, могут написать, слушай, ты нам показываешь, а у нас там где-нибудь, там, в Москве, там еще круче есть какие-нибудь тоже, тот же падаль, наверное, тоже есть, я думаю, уже, да, или там теннис, неважно. Но речь именно, когда это от мэрии, то есть какой-нибудь район Кунцево вам такой может предоставить такую возможность. И не просто поиграть, а чтобы вас еще обучили. Вот это, как по мне, ну, опять же, я не то, что что-то принижаю, что-то возвышаю, просто говорю, как есть. И, как по мне, это очень достойно. Очень достойный уровень для такого вот, ну, скажем, что так все-таки не очень большого города, как Аликанто. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok